И снова здравствуйте! У нас сегодня вторая серия съемок нашего пилотного проекта. С вами я, меня зовут Антон и Кирилл из Кинда Медиа. Доброе утро! Вы все там же, в кузнице Виолунда. И что ж нас сегодня ждет? Сегодня мы финишируем клинок до закалочного состояния, то есть подводы, там предварительная шлифовка, закаливаем клинок и занимаемся рукоятью, то есть подгонка плашек, изготовление штифтов для заклепок, финишная обработка всего этого вместе, подгонка, притирка, ну и собственно тесты. Ну собственно нас ждет самый интересный этот тест. Естественно и в конце ролика вы узнаете, как вы сможете выиграть этот клинок. Сегодняшний день мы начнем с разжигания нашего угольного горна для закалки. Так как наш газовый горн слишком горяч для этого, нам придется разжечь угольный горн, разложить его аккуратненько, добиться равномерного пламени для того, чтобы равномерно прогреть клинок примерно до 900 градусов. Ну а пока зажжем. Ну а пока у нас разгорается уголь, мы займемся изготовлением рукояти. Собственно, сейчас для того, чтобы наша рукоять более-менее гармонировала с нашим пакетным клинком, который будет офигительно красив, мы попробуем немножко задекорировать будущие накладки рукояток, которые мы делаем из нержавеющей стали. Она довольно мягенькая и хорошо поддается фактам нанесения на нее фактуры холодным методом. Мы берем молоточек с выпуклым бойком и частыми не очень сильными ударами. По сути, проходим по всей поверхности для того, чтобы оставить интересные вмятинки. Вот примерно такая фактура у нас получается. Такой эффект под камень, так сказать. А так нужно повторить еще три раза. Итак, мы изготовили четыре накладки для наших двух рукояти. Мы изготовили их из нержавеющей стали, нанесли на них фактуру круглым молотком. Впоследствии, я думаю, будет симпатично, если мы их завороним. Соответственно, для того, чтобы совместить эти детали, мы сделали такие штифты из латуни, которые потом у нас подрежутся, станут клепочками. Будет симпатично контрастировать с темным клинком и темной рукояткой. А то сейчас мы попробуем, как это, скажем так, открывается-закрывается ли. И займемся подгонкой этих деталей, чтобы все работало, все двигалось и нигде ничего не мешало и не цеплялось. Хорошо, что вспомнили, перед закалкой мы обычно ставим клеймо, которое является нашим знаком качества. Соответственно, сейчас мы клиночек проклеймем, а потом закалим. Клинок мы греем до 800-850 градусов и опускаем в жир убитых врагов. Это первый вариант, да? И закаливаем в индустриальном масле. Собственно, для чего нужна была закалка? Для того, чтобы придать клинку необходимую рабочую твердость. Сейчас мы удалим лишнее масло с клинка и проверим результат закалки с помощью напильничка. Ну, собственно, вот уже начинает виднеться узор. Сейчас, собственно, проверим на твердость режущей кромки с помощью надфиля. Собственно, кромка не царапается, значит, наш клиночек тверже, чем сам надфиль. И это хорошо. И также в процессе закалки наш клинок могло повести, но, как мы видим, здесь все хорошо. Мы отпустили клинок и покажем сейчас ту красоту, которая получилась. Мы достали клинок из кислоты, удалили лишнюю, прополоскали его в водичке, а сейчас автомобильной смазкой и металлической щеточкой удалим остатки, которые застряли и не удаляются тряпочкой. Это проявит нам посильнее рельеф нашего клинка. Поехали! Для того, чтобы соединить наш клинок с рукоятками, нам понадобится фурнитура. В данном случае это клепки. Мы их сделаем из латунного прута 5 мм. Сейчас я маленьким молоточком, частыми ударами в торец, по пруту, зажатому в тиски, сформирую шляпку нашей будущей клепки, которая станет стопором для рукояти. Наконец у нас все почти готово к финальной сборке нашего изделия. И сейчас для большей красоты мы завороним рукоятки из нержавейки с помощью льняного масла, скипидара, воска пчелиного. Для этого нам понадобится... Туда, снимай, туда! Для этого нам понадобится ветошь. Есть перетопленный трижды жир врагов. Специальная смесь для воронения. Она же отлично защищает от окислов. В последствии мы подогреваем до светопобежалости наши пластины, протираем их и постепенно наносим наш спецсостав. И нам понадобится горелка для того, чтобы это все нагреть. Какого-то прям сильного нагрева нам не требуется. Нам нужна равномерность скорее. Пластинка начинает желтеть. Это знак. У нас получился очень красивый рисунок. Теперь его видно невооруженным взглядом. И теперь мы переходим к предварительной сборке. Посмотрим, какой же получится в итоге нож. Ну что, спустя почти двое суток работы, пары литров кофе, мы переходим к финальной сборке этого чуда. У нас все готово вроде. Осталось самое легкое, ничего не запороть, чтобы не пришлось сделать заново какую-нибудь деталь. В клинке я уверен, в рукоятках уверен. Но один неверный удар по клепке, например, и придется повторить этот процесс. Заморочек было много. Очень много подгонки на этапе винтиков, болтиков, клепочек. Там много движущихся деталей. Целых две. Есть еще, мы добавили вот этот механизм стопора с пружиной на одной из рукояти. И так как у нас накладки, они отдельные, нам пришлось поставить еще клепку. Ну, точнее, мы их поставим. Все подготовить для того, чтобы эти клепки установить. Соответственно, ну, где-то это заняло около двух часов работы напильником, шкурочками. И, в общем, вспоминая всех, кого только можно, добрыми словами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но после тестов мы оставим игрушку игрушкой и убираем с нее режущую кромку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этого вам нужно будет сделать следующее. Подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, прожать колокольчик и оставить комментарий на тему, какое изделие вы хотите видеть в следующем выпуске. А также вам необходимо перейти по ссылочке в описании и сделать репост конкурсной записи и закрепить его на своей странице. Победителя мы выберем через неделю в 19.00 в нашей прямой трансляции. На этом мы с вами прощаемся. С вами был Кирилл, Антон. Спасибо кузнице Велланда за то, что великолепно нас приняли. За помощь с изготовлением этого клинка. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Всегда мечтал это сделать.